Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наш замечательный курс, и сегодня мы из-за недельной главы, которая называется ВАЕЦ, которую мы читали вчера в субботу, но дочитываем то, что мы не взяли из прошлого, в прошлые циклы, а именно окончание главы Ламед Алиф 31 и заканчивается глава тремя псуками параграфа 32. В прошлый раз мы дошли до 16 стиха, сегодня мы начнем с 17, сегодня довольно интересная тема, слов новых немного, но есть интересные вот такие выражения и варианты. Всем видно текст, да? Словарь, словарь, да, я поставил, так, все знакомые, да, прекрасно, так, я очень рад. Итак, начинаем, Юдзайен. И встал Яков и буквально поднял своих сыновей и своих жен на верблюдов, то есть посадил на верблюдов, но речь идет о том, что вот они собираются покинуть гостеприимный, на самом деле, малогостеприимный дом Лавана и отправиться к отцу Якова, к Ицхаку, так? Анна, вы с нами, прошу вас, Юдхэт, и дальше распределяйте ролик. Так, хорошо. Так, ваинаэк, эт коль Микнэгу, ваэт коль Архушо, ашар Арахаш Микнэ киньяно, ашар Арахаш би Падан Арам, лаво эт Ицхак Авив. Эль Архах Авив, арцак нам. Да, верно. И увел, направил, увел, да. Совершенно верно. Но это и вести себя, и вести друг. Ну, вести, получается, направлять весь свой скот Микнэ, ну, стада, скот, скота, и все свое имущество, которое он приобрел. Микнэ киньяно, приобретение его, стада, и приобретение свое, приобретение его, которое он приобрел в Падан Араме. И, значит, ну, чтобы идти, и делаво, к Ицхаку, отцу своему, в землю к Наану. Спасибо, спасибо, Анна, как всегда, великолепно. Так, Юд, Тет, Расты, Тимофей, да. Юд, Тет, Велован, Галяк, Лекзоз, Эт Цуно, Ватигнов, Рахель, Эт А, Терафим, Ашер, Левия. Переводим. Илован, пошел, Лекзоз. Лекзоз, специфический глагол. Стричь шерсть. Стричь шерсть овец, судя по всему, да, потому что... Шерсть. Да, да, да. Это Цуно, стадо его, мелкого скота. И украла Рахель Терафим, который у отца ее. Совершенно верно. Слово Терафим мы, наверное, не будем переводить. Словарь показывает идолы, домашние башки, божества и так далее. Но есть разочтение, что это было такое, на самом деле, как это выглядело. А главное, для чего использовалось. Да, совершенно верно. Спасибо, Тимофей, все правильно. Лекзоз – это стричь именно шерсти. Ну, судя по всему, овец. Я не знаю, из козьей шерсти что-то придут или нет. Вот, потому что ткань, ткань считалась именно ткань шерстяная, а шерсть использовалась, понятное дело, овечья. Да, верно. Каф? Шуша у нас читает. Шуша, прекрасно. Ну, нынче сложная глава, но так. Ваигнов – это вы понимаете, да? Так, было недавно. Ганав – это украсить, да? И украл Ляков. Так, скольфа Лавана. Буквально сердце Лавана. Мы даем буквально перевод. Да, что это значит? Лавана Арамейца. Арамейца. Лавана Арамейца. Аль – это по поводу, что такое Бли, Егид, без того, чтобы сказать. Это без, как бы, да, Бли, Егид, не говоря ему. Ло, не говоря ему, ким, так как… И это что? Да, в данном случае, да. Да, Бли, это как, убегать? Бегает, сбегает, да. Сбегает он. Ну, если точно, то будет так. Так, он украл сердце Лавана, Яков, да, тем, что не сказал ему, что он… Что сбегает, что уходит. Да, да, да. То есть тот факт, что он, не предупредив, убежал, да. Что он убежал, именно не ушел, а тайком устранил. Именно так. Не сказавший. Совершенно верно, Шуша, спасибо. Так, Каф, Алиф, кто у нас еще есть? У нас есть была Елена, но она почему-то у нас читать не хочет. Ну, Елена, если она не включает микрофон. Я не могу, я бы с удовольствием, не могу. Ну, Елена, все впереди, да? Мы с вами это знаем. Хорошо. Надеюсь. Конечно, конечно, да. Так, тогда слово я, да? Каф, Алиф. Интересное выражение. И сбежал он, и все, что у него, и встал, буквально поднялся, и перешел реку, ва-ясэм, от слова сим, положил, и положил буквально лицо, очевидно, повернул лицо в сторону гор гиладских, горы гилад. Гилад, что это значит, позже будет объяснено. Здесь Тора, ну, такое встречается еще в нескольких местах, использует название, которое будет дано позже, поскольку обращается она к сегодняшним читателям, которые уже в прошлом году читали. Это объяснение, да? Есть Кафбет. Прошлось? Так, Ваягат Лалаван, Байем Ашлиши, Кибарах, Яков. Да, Ваюгат. Было сказано. А, Югат, точно. И, да, сказано было Лавану в третий день, что сбежал Яков. То есть через три дня, только через три дня он узнал, что... На третий день после побега, потому что в Израиле привыкли к тому, что Идем Ашлиши, это вторник, то есть было сказано было вторник, но имеется в виду третий день после побега. Да, верно. Спасибо, Анна. Кафгима? Кафгима. Переводим. И взял братьев его с ним во Ирдов. Преследовал? Преследовал, да. Да, да, преследовал за ним путем семи дней. Боит Бог. Ну, схватил настиг в данном случае. Настиг. Перевод здесь настиг, да. Давак – это буквально прилипать, приклеиваться. Давик – это клей. Да. Так? Но есть еще... Настиг. Да. И настиг его на горе Гелат. На горе Гелатской, совершенно верно. Так, спасибо, Тимофей. Теперь Кавдалет. Слушаю. Так. Ваево, Аллахим, Эль, Алаван, Аарами, Бахалам, Айлайла, Айлайла, Вайомерло, Шмор, Леха, Пен, Тедабер, Имяаков, Митов, Адхар. Так, попробуем, с чего началось, что И пришел, как бы, ну, явился, да, Лавану Арамейцу, Господь во сне, ну, во сне. Да, во сне, в Ахалон. И сказал ему, так, Ашмер. И Шаммер, берегись, охраняй себя буквально. Берегись, береги, как бы, себя, береги себя, сказал, Атедабер, Имяаков, как бы, говори. Чтобы не сказать, Пен, Тедабер, чтобы ты не говорил, да, чтобы не сказать, чтобы не говорить. Ми, Тов, Ад, Ра. Так, как-то с плохого до хорошего, с хорошего до плохого? От хорошего до плохого, да. То есть не говори ему ничего, ни хорошего, ни хорошего. Никак, ни то, ни другое. Да, да, да. Спасибо, Шо, что все правильно. Так, кав, гей, ящик, да? Да. Ва, я, сэг, лаван, эт, яаков, ве, яаков, така, эт, о, голо, бэгар, ве, лаван, така, эт, э, хав, бэгар, а, гил, ад. Интересная фраза. Ва, я, сэг, это и достиг. Буквально и поймал. Ну, достиг лаван, яков, а что же яков, он така, эт, о, ло, это буквально, как это называется, раскивал свой шатер на горе. А лаван, вот здесь используется слово така в другом значении. А в значении, так, мне немножко, я, по-моему, забыл посмотреть в переводе. Вот что это, как это переводят, да? Братьев своих на горе гил, ад. Тоже така, шатер, тоже шатер. Я попрошу, наверное, расставил шатер. Расставил шатер, да, это понятно, така. Литко, это еще и трубить шофар, например, да? Да, это еще и втыкать клин, например, в землю, так? Но вот здесь втыкает эхав, вот это я забыл посмотреть. Кто-то может взглянуть, что еще означает это? Ну, это тут в данном случае с кем-то, то есть шатер с родственными братьями, то есть с родственниками. А-а-а. Получается, как это, это же не только... То же самое. Ну, можем допустить, да. То же самое, да. То есть это как им союз, может быть, да. Да. Так, спасибо, Кафа. Так, ну, Тимофей у нас теперь, как обычно. Да. А сейчас кто читал? Не рад ли я его? А, сейчас я читаю, сейчас я, сейчас я должна, сейчас я потом уже... Наверное, Анна, да. Да, что-то мы привыкли. Так. Украл, украл, обманул, получается, видимо, обманул, ну, как мы мое сердце. Увел дочерей моих. От ЛХРФ, ну, как, получается, тех, кого пленили мечом, плененных мечом. То есть как бы как пленников увел ты вот так. Пленников, совершенно верно. Угу. Так. Какое слово пленник? Шво-шво. Это же пленник. Шво-шво. Это вот шво-шво. Нет, не шво-ас, а шеви, шеви пленник. Ну, шеви, хорошо. Шво-шво. Да, тенокше нишба. Дело в том, что нишба с айном, это значит поклялся, а нишба от слова шеви, это был пленен. Да. Так. Да, спасибо. Спасибо. Так, все ясно. Теперь уже Тимофей. Да. Кавзайн. 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 Да. Да. Нехба, это буквально спрятался, спрятал ты, да? Да, тайно задумал как-то по смыслу. Да, почему спрятал ты уйти? Почему ты держал секретик твой уход, да? Да. И украл, да? И украл меня буквально, да? И украл меня и не сказал мне, а я бы отправил тебя в радости, басимха, и с песнями. Слово «тош» – это барабан, да? То есть барабанным боем у кенор, в современном иврите кенор – это скрипка. Здесь имеется в виду какой-то другой инструмент, название которого перешло на стрип. Ну, да. Обычно «лира» переводят. Как переводят? Лира. 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 А, с тимпанами и «лира». У озера Кенерит, это же потому что оно по форме какой-то изогнутой. А, совершенно верно, «лира». Конечно. Нет, скорее «арфа», скорее «арфа», чем «лира». «лира» – это что-то наподобие такого. Моинка арфа. А арфа, она треугольная, действительно, озеро Кенерит как-то на нее похоже. Так? Слушайте, а какое слово, вот говорят, царь Давин, да, и арфа? Вот там какое используется? Кенор Давин. Кенор, да, он там тоже вспоминает. То есть это вот есть арфа. Так, ладно. Ну, арфа, да, имеется в виду, это был несколько другой инструмент, судя по всему, духовой, то есть ветер пролетавший вызывал звук в трубах. Да, и он слышал там красивые истории. Снова шучше достается сложная фраза, которая вам везет. Такое и «не», вот что-то вот. Так, вот Наташ – это бросил, оставил, да, Натуш – это брошенный, да. А покинутый, типа, такой? Да, да. И «не». То есть, если бы так оно было, если бы ты мне заявил, то не бросил бы, то не получилось бы так, как сейчас, что ты бросил меня, Наташек. Наташек. Наташека – это поцелуй, конечно, да. Да, это есть, да. Интересно, что Наташек – это оружие, да? Да. Я их путаю, поэтому так. Нет, нет, вам надо быть осторожным, особенно вам. Да, смешно, поймал. Так, Леванай, как это? Леванай, да, моих сыновей. Сыновей. Ну, я кивец, я имею внуки, конечно, и внукай, да, и моих дочерей, да. И внукай, так. Так, а это через… Получает смысл, отставил меня или отодвинул меня от того, чтобы поцеловать мне дочерей и внуков, имеется в виду. Ага, вот, да. Так. Так, так. То есть ты ушел, я без того, чтобы я не смог поцеловаться, значит. Ну, все своеобразно. Так, а потом… Так, а потом где? А вот АТА. Так, и последние слова, вот то, что выделено зеленым словом. Подождите, АТА искал, искал там. Так, я как раз собирался помочь перевести это слово. Это что, не нужно? Нужно, нужно очень даже. Нужно. Хорошо, я здесь имею некое замечание. Слово «сехель», которое сейчас принято писать через «син», означает способность мыслить, когнитивная способность человека. Сехель, а по этому смысле, да, как слово «сехель»? «Сехель» – это ум, разум. Да. Но «сехель» – это еще и типеш, это человек глупый, недалекий. Вот, иногда так бывает, что корень выражает два принципиально разных понятия. И вот здесь «искал» – это «сделал глупость», а «со» – это «делать», да? А теперь ты, Лаван говорит, Яков, теперь ты сделал глупую вещь, ты сглубил. Вот так буквально. Ну, в словаре тоже пишут именно через «самых» сахаля – это глупый человек, а через «син» сахаля – это разум. Но «син» и «самых» – они переходят друг к другу с легкостью. «Син» и «шин» не переходят, а здесь сколько угодно. То есть можно привести примеры, когда слова иногда пишутся так, иногда сяк. Но вот, да, пусть будет так, да. Спасибо. Буквально, есть у Всевышнего рука. Так, Всевышний, это может сделать, да, сделать с вами нечто плохое, так. Но в данном случае здесь противопоставление «в». Бог отца вашего, слово «эмеш» означает «вчера вечером» буквально, так. «Сказал мне, говоря, береги себя, ми да бер». Здесь используется не стандартный, не абсолютный инфинитив с префиксом «ле», а с префиксом «ме», от того, чтобы говорить, да. «Береги себя, чтобы не говорить» с Яковом от доброго до дурного, то есть от хорошего до плохого, так. Лаван говорит, что Всевышний предупредил его. Так, Ламет, пожалуйста. Это интересный момент. Письмо. Так, и теперь убежал, убежал убеганием как-то, убежал, убежал. Убежал ты. Вот нихсов, нихсавти. Интересно, это же выражение использовано в известном, как это называется, пьют. Едет нафиг, да, точно. Уже очень тосковать сильно, опять же, халах, халахти, кенихсов, нихсавти. Ты убежал убеганием, потому что стосковался, прям очень сильно стосковался по дому отца своего. То есть, если уж ты так стосковался по дому отца, и что прямо-прямо убежал, убежал, бегмя-бе убегал, то почему же ты украл моих богов? О, да. Совершенно верно, замечательный перевод. Спасибо, Анна. Вы меня обрадовали. Так, теперь Тимофей Ламет-Алев. Да, Ламет-Алев. И громко ответил Яков и сказал Лавану, потому что боялся я, что сказал, как бы не отнял дочерей твоих от меня. Буквально похитил. Гозель – это разбойник, который отбирает силы, в отличие от Ганав, который крадет тайно. Совершенно верно. Я хотел попросить Анну напомнить, как-то вот мы говорили о том, как точно перевести вот этот глагол Анна, Айн-Нун-Хей, вот здесь, в форме Я-Ан. Именно в Танахе. Возвысил голос? Да, громко проозвысил. Так, в современном варианте это означает просто ответить, а в Танахе всегда после Я-Ан и сказал, говорится, да. Да, ясно, спасибо. Вот это я читаю, да? Нет, следующий. Следующий, ламэдбэт. Так, о, урск. Так, и им-эшар. Как мы это переведем? Если можно. О, да. Если которое найдешь, буквально так. Тим-цада, если кого и найдешь. Кого? Эт-эл-у-еха, твоих богов. Твоих богов. Ну, вот этих. Да. Не как-то будет. Их-ехай, да, не будет жив. Не будет жив. Сейчас, одну секунду, я чуть вернусь назад. Вот это вот Ашер, это, наверное, который. Тот, у которого ты найдешь. Да. Этих богов живым не будет. Как бы уже к тому. Энегет, это против. Энегет, ахин, братья. Напротив, буквально, пред лицом твоих наших братьев. Гакер. Легакир, буквально, это узнать. Легакир, узнать, познавать. Выяснить, да. Леха ма имади. Признай себе, что со мною, да. Что у тебя со мною. Веках лах. И возьми себе. Ну, хватай, да. То есть узнай, что у меня есть из твоего, да. Вело я да, Яков, и так далее. Не знал Яков, что Рахель, как их своровала, ну, их украла, взяла. Это так, да. Гнава, ганва это украла, там это их, да. Спасибо, Шуша. Ламет Гимал. Ва яво лаван, ве огель Яков. Ве огель Леа. У ве огель штей А, А, Ма, Гот. И вошел лаван в шатер Якова, и в шатер Леи, и в шатер двух рабынь, и не нашел. И вышел из шатера Леи, и вошел в шатер Рахели. Есть мнение, что здесь не в хронологическом порядке. Перечислено, потому что логично ожидать, что сначала это будет шатер Якова, потом Лея и Рахель, а потом уже рабыня. Так, есть. Анна, пожалуйста, вам и дали. Так, ве рахель лакахта эт атерафин, ве тесимэм бэхар агамаль, ве тэшев, а лэйгэм, ве имашев лаван, эт коль аогель, ве ломацан. Ну, тут есть два мнения вообще, куда он там побежал. Шатер пишет, вот Раша пишет, что шатер Якова, у него не было своего шатера. Его шатер, это был шатер его любимой жены Рахели. То есть, получается, он два раза туда побежал. Сначала пришел туда, потом опускал везде, потом еще раз побежал туда. Что-то у него, видимо, дочка была младшая под каким-то особым подозрением, что он считал, что все-таки это не может быть ее рук дело, он еще раз решил еще раз проверить. Ну, вот если такое, да-да-да, попадалось мне такое мнение. А Рафель взяла этих тарафим, а тарафим это, скорее всего, приспособление для гадания. Поэтому она их взяла, чтобы отец не мог догадаться, не мог на них, через них узнать, куда они убежали. Это просто восстаненное мнение. Поскольку не просто божество, а именно что он там занимался колдовством, по ним гадал. Она хотела его сбить со следа. Вот, она села, взяла этих тарафим и положила бы бехар агамаль, то есть под седло верблюда. И села на них, и как бы перещупал буквально эмэшэш, перещупал лаван, весь шатер и не нашел. Да, верно. Спасибо, Анна, все правильно. Лэмэшэш, да, это на ощупь, да. Хуш, мишуш, это осязание. Так, спасибо тебе, Лэмэдхэй, Тимофей. Да. Лэмэдхэй. Ватомэр эль амия, аль ихар, бэйней адони, кэлло ухал лакум мифанеха, киндэх нашимли, ва ехаппес, вэлло маца, это тарафим. Переводим. Да. И сказала отцу ее, аль ихар, да не прогневается в глазах своих господин мой, что не смогу подняться к лицам твоим. Очевидно, было принято, что дети вставали перед родителями, да, потому что дэрэх нашим, да. Дэрэх нашим, путь женщин. То, что принято у женщин, да. Да, у меня и искал, и не нашел тарафима. Да, верно, спасибо. Ва ехаппес, вэлло маца. Да. Ван ехар, ляяков, ва яре, бэ лаван, вэ ян, коль, нет, каль, кэлэй. Ва ян, ян, яков. Яков, я мер ля лаван, ма піш, и ма хататі, ки далек, далек, ахарана. Да, совершенно верно, да. Да. Вэхаппес. И разгневался буквально. Да, то есть разгневался на Якова. Ва яре, от слова риба, стора. Так, и поссорился с лаваном. Буквально так, да. И всликнул, или провозгласил вот это на повышенных тонах. Наверное так, да. Яков и сказал лавану. Так, вот это вот, что такое? Теша – это грех. Каков грех мой? Каков грех мой? Хэт, да? Я согрешил. Да. Далакта. Далакта. Я не очень понимаю, что такое Далакта. Далакта есть лагол, обозначающий преследовать кого-то. Далакта – зажигать? Преследовал. А еще это и преследовать кого-то. Преследовать, да. Что бежал-то за... Да, спасибо, Шошу. Да, вроде так. Так, ламет зайн. И ма шашта – это коль кэлай. Ма мацата миколь кэлей бейтеха. Сим ко. Негет ахай ва ве ахеха. Ва йохиху бейн шнейну. Так. Что ты перещупал все буквально вещи? Кэйлай – сосуды или просто вещи. Что ты нашел из всех вещей дома твоего? Что я забрал из твоего дома? Сим ко положи здесь. Перед братьями. Моими и братьями твоими. Ва йохиху леохиях – это доказать. И будет доказано. Бейн шнейну между нами двумя. То есть не останется никаких недомолбов. Подведем окончательные итоги. Вот так. Ламет тет. Анна, прошу вас. Так. Зе сарим шана анухи и мах. Рехэлейха ве зейха ло шикэлу. Ве эйлей цунха ло ахалти. Вот 20 лет я с тобой у тебя. Имейте в виду работа у меня 20 лет у тебя. Пастухов был у тебя. Интересное слово рахэль. Здесь имеется в виду овца. Овцы твои, козы твои, зимкозы. Ло шикэлу. Ну шикэль – это остаться бездетным. Ну как бы не выкидывали, имеется в виду, не выкидывали плод. Да, да, да. Никаких не было выкидышей. Ве эйлей цунха и этих, ну имейте в виду ягнят, баранов. Вообще ягнят твоего стада я не кушал. Ты такого не делал плохого. Всегда работал у тебя честно, честно, пречестно. Ничего плохого не кушал. Не пытался, да. Что-то взял без спроса там или как-то там. Не халдурил, короче. У меня ничего все было. Ну нам вообще не очень понятны условия. Очевидно, был как бы стандартный договор, что, ну известно, во всяком случае в Аллахе, то пастух не в состоянии уследить за всем стадом. И если пропадает, скажем, одна отца из ста, это считается как бы нормой. И он не должен платить своих денег. А если из ста пропадает, скажем, 58, то уже это явный перебор. Ну, имеется в виду, что Яков показывает, видимо, что он даже сверх нормы. То есть даже ни разу он, может быть, пастухи допускают, видимо, что они могут взять себе для еды что-то из хозяйского стада. Ну, очевидно, да. Такой процент. А он даже этого не делал. То есть он даже то, что ему полагалось, он не делал. Он дальше вот тоже будет, что он... Да, да. Чего никогда у хозяина даже на малость не как бы не поживился. Он даже малость. Так вот. Даже на что имел право, он не делал как-то вот. Да. Тимофей вот сейчас прочтет. Ламы-те, Тимофей, да. Трифа-ло-эвэти-элеха-анухи-ахатэна-мияди-табакшена-гнуфти-йом-у-гнуфти-лайла. Трифное, ну, растерзанное, не приносил... Растерзанное, да. Не приносил себе я... Ахатэна-мияди. Сейчас, одну секунду. Тут интересное такое выражение. Я возмещал это, я нес... Я нес, возмещал убыток. И показывает Раши. Еще несколько примеров, как вот этот корень, который, в общем-то, совпадает... Не, не совпадает. Похож на корень хет, но хет еще там алиф, да. Очевидно, хет, тет, ну, да. Что это значит? Он приводит несколько примеров из книги судей, из книг Малахим. Что это значит? Понести ущерб, да? То есть я не сделал так, что ты понес некий ущерб. Мия-ди-те-рак-ше-на. Из моей руки запрашивал. То есть это был бой убыток. Как бы я возмещала. Ну, да. Угу. Да. Гнуфти украденная. Днем. И украденная ночь. Да, да, да. Ты, Вакшена, то есть ты требовал от меня как бы возместить и украденное днем, и украденная ночь. То есть хотя, в общем-то, ну уж как он мог к тому следить за ночью-то, тем более за стадом. Да, да. Он прям супер, прям он был таким супер сторожем. Да. Нам бы так. Да. Мем. Хаити. Пасим, че? Хаити. Байом халани хорев в крах в крах ва тадат шнятей мейнай. Угу. Так. Хай был, как бы, в днем, в день. Так. А халани? А халани кушал меня буквально. Хорев в данном случае это не херев, который меч, а жара. Как бы изъедала меня жара. Да. Как-то можно сказать. Да, изъедала. А что такое херах, мы знаем, да? Херах, это лед? Здесь вообще не холодно. Это холод. И ночью был, ну, доставал мне холод, как бы, морозил меня холодно. Так. Титат от слова «но дэ дэй шэйна» это бессонница, да? Как бы, у меня была... И бежал тон мой мээйнай от глаз моих. От глаз моих. Да, да, да. Такой бдительный, я был такой бдительный и сторож, что я ни ночью, ни днем, ни ночью не спал. Горил сенверт, не спал. Может быть, имеется в виду, что днем не мог я заснуть от жары, а ночью от холода. Или, да, да. Или я бодрствую все время. Неспал. 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 Верно, так, верно. Так, мэм. Спасибо. Мэм олев. Вод 20 лет. В доме твоем работал я тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за скот твой. Ватахалев лехахлиф лехалев это изменить. И изменял маскурати, то есть плату мою, асерет муним, да, 10 раз. То есть то, о чем мы договорились, для тебя не было законом. А именно, сейчас пояснит он в следующей фразе. Мэмбет, Анна? Так. Алулей элукэй ави элукэй авраам у фахат Ицхак паяли ки ата рейкам шалахтани эт эни вэт и геа капай раа элуким ва йохах эмэш. Эмэш. Так. Вам тоже повезло, да? Какой бы был договор, какой был между ними договор, это в предыдущих главах рассказ. Не-не-не, это... Это договаривались. Лулей, вот замечательное слово. А Лулей, если бы, если бы Бог отца моего, если бы не Бог отца моего и Бог Авраама, вот тут он говорит страх Ицхака, но имеется в виду и Бог Ицхака, Бог, которого боялся Ицхак. Он просто не хочет говорить так вслух. Не был бы со мной, если бы Всевышний мне не помогал, ты... А вот сейчас бы рейкам вообще в пустую рейк, это пустота, то есть ты бы меня вообще... То есть ты бы меня вообще... Наверное, рейка с ней в руках. Прогнал бы меня вообще ни с чем, я бы вообще ничего мне не был. Да-да-да. Всевышний мне не помогал бы. Это они, это, ну, страдание мое. Вот интересно, егеа капай. Ну, имеется тут... То, до чего досидеваются руки мои. То, до чего дотянулись мои руки, то есть труд, труд, дело рук моих, увидел Всевышний Ирос Йохах Эмеш. И, ну, Йохах, это доказать, что-то такое утвердить, то есть рассудил... Да-да-да. Он рассудил вчера между нами. Да-да-да, именно так. А какой-нибудь договор, это в предыдущих главах сказано, что они там договоры, каких-то овец брать там, пятнистых, полосатых, каких-то еще там ног было. Да, но тот факт, что Лаван менял условия договора по ходу дела, это мы увидим сейчас. Да? Спасибо. Вам мем гимнел, Тимофей? Мем гимнел. Ва ян лаван, ва йомер, или яков, а банот бнутай, ва абаним банай, ва ацон цони, вихол ашер ата роэ, элигу, в ливнутай, ма эссе, ла эле, айом, о ливнейген, ашер яладу. Переводим. И громко провозгласил, ответил, ва янг. Значит, и громко провозгласил Лаван и сказал Якову, дочери, мои дочери, и сыновья, мои сыновья, и стадо, мое стадо, и все, что у тебя, видишь, что ты видишь, да, да, мне оно. Мне. Да, в ливнутай, дочерям моим, что сделаю им сегодня, или их сыновьям, которых родили. Которых родили, да. То бишь, я не сделаю ничего плохого, не потому что считаю это справедливым, да, а потому что это все-таки мои дети, да, но мы помним, что сказали Рахель Илея, да, он уже получил плату за нас и уже даже ее проел. Вот так. Спасибо, Тимофей. Мем далет. Спасибо. В это, где-то у меня, минуточку. Вот, мем далет, пожалуйста. Леха. 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 Леха не крыта, а брит. Они в это, в их е, ле, ле, леад, леад, бейней, лу, бейнехан. Так, и сейчас, как это, ну, заключим договор, что ли? Пойдем и заключим, да, с предметом. Как бы, я и ты, и будет, вот, что такое леад? Эд, это свидетель, и будет свидетелем между мною и между тобою. Точно, спасибо. Мем, гей, ва иках Яков авен, ва иремейга мацева, и взял Яков камень и поставил его, то такое мацева, как это перевести? Памятник, это памятная какая-то такая, наверное, постамент, постамент, то, что стоит. Наверное, да, кстати, вот я не помню, я на этой главе обычно вспоминаю такой шучный комментарий, который услышал я от одного немецкого еврея, да, ну, на материал, который был раньше, мы рассматривали его, наверное, в прошлом году, да, Яков лег спать и положил под голову двенадцать камней. Когда он проснулся, сказано, Эвен, то есть, эти камни слились в один камень, и это как бы знак того, что двенадцать его сыновей образуют единый народ. И вот задал вопрос, он ведь камни жесткие, обычно человек, ложась спать, кладет под голову что-то помягче, например, свои сандалии. Но, очевидно, Яков знал, что произойдет, и два сандалия сольются в один большой сандаль. А зачем ему один большой сандаль? Вот такая вот история. Так, мацевав. Теперь мем вав, очевидно, я, да? Мы не сбили сейчас? а вы только что не имеете в виду, что она. Нет, а вы сейчас уже прочитали. Вы уже сказали. Я сказал. Теперь ваше, конечно, мем вав. Да, Анна, пожалуйста. И сказал Яков своим родственникам. Тут, говорится, братьев. Мы знаем, что братьев у него вроде как кроме Исаава-то не было, а Исаава еще... Да, да. Ликтою. Ну, соберите камней, наберите камней. И взяли они камней и сделали вот этот холм. Осыпали холм. Холм, да, галь. Вот интересно. Да, и холм. И кушали там на холме. На холме буквально. Поверх холма. Мы встретили, интересно, такой нечастый глагол Наташ. Наташ, да? Отсюда какое женское имя происходит? Никакое не происходит. Никакое. А вот от слова галь, да, происходит какое другое женское имя? Тоже никакое. Галь. Тоже никакое. Да, спасибо. Спасибо. Есть имя Галь действительно еврейское, как я помню. Хоть писатель Галя Иней, но Галя Иней, по-моему, типа зеницок, что ли получается. Это как холм, а еще волна. Волна, да, Галь, это еще волна. Да, это волна. Ты гуллива и вольна. Как сказал Антон Павлович Чехов, любое слово может быть фамилией для еврея. Кто-то добавил, любое сочетание звуков может быть именем для израильтянина. Ну, что же делать? Так, мем заин, очевидно, Тимофей, да? Да, Тимофей, да. Байкра Лё Лаван Егар Садута, вояков королю Галь-Эд. И назвал его Лаван Егар Садута. Да, это то же самое, что Галь-Эд. Галь-Эд, это буквально холм-свидетель. Теперь эта уместность называется Гил-Ад. Да, спасибо, Мем Хэт. Шушам. Дюмер Лаван Хагал Азе Эд Бэйней Вэйнейха Айо Аль Кан Кара Шаму Галат. Шаму Галат. Так, ты сказал Лаван это, вот это Гара свидетель между тобой и мною и будет имя ну, имя ее Галат. Да, верно. Мемтен, спасибо. Спасибо. Вэгамат Га Вэгамит Спа Ашер Амар Йитсав Ашем Бэйни Овэйнейха Ки Ани Са Эр Иш Мэре Эху. Так, сейчас я взгляну в подготовленный мною словарь, чтобы не ошибиться. Так, Мицпе это наблюдательный пункт, точка обзора. И вот это точка обзора, то есть вот этот холм, который сказал, ну, имеется ввиду выше названный, да? Хара Цофим гора наблюдений. Ага, да, совершенно верно. Софим, да? Йитсав Всевышний, да? Будет наблюдать Всевышний между мною и между тобой. Ки Ни Са Тер Иш Мэре Эху. То буквально скроется один от другого, да? А именно Когда мы разойдемся, Всевышний будет следить, чтобы мы все это соблюдали, все эти условия, как мы тут договорились. Да. Спасибо. Анна, теперь, пожалуйста, ну, читайте. Так, это уже Лаван, Лаван, это все Лаван говорит Яков о том, что вот имей ввиду, что мы тут Бог тебе будет следить, чтобы ты все вел себя хорошо. Вот так. Им теанэ эт бнотай во им тиках нашим аль бнотай и и ш им а иману ре элуким эт байни у военеха. Если ты, если будешь ты, как бы, притеснять дочерей моих, если возьмешь жен сверх дочерей моих, и даже если никто этого, но имеется ввиду, нет человека с нами видящего, то есть никто из людей это, как бы, не увидит, это, как ты там себя ведешь. я же не могу посмотреть, что ты там будешь делать, то Бог свидетелем будет между мной и тобой. Да, в чем же именно, спасибо. Нун, алиф? Нун, алиф, вот холм этот и вот постамент этот, который соорудил между мной и между тобой. Ярити это, может быть, со слова Яр, нет, нет, не похоже. Ярити, честно говоря, не обратил внимания на это слово. Да, воздвигнул. Ну, по смыслу-то да, конечно. Ну, надо было бы посмотреть. Хорошо, спасибо, Тимофей. Нун, бэт. Да, да. Это хагаль азэ авата амитзбар им ани амитзбар ани ло бор элейха аат агаль азэ в им ата ло тавор элай или элай элай азэ в эд амитзбар азот лера так свидетель это гора так ва знакомое слово но не помню это же да и будет свидетелем да и свидетельница мацэва вот это вот сооружение из камня так если я не как это эвор прийду да элеха к тебе не прийду этот вот этот холм то есть вот этот вот этот холм пройдя этот холм да вы им оттал оттал элай если нет ты не придешь ко мне как бы через придя на этот холм да это вот каменные ну сооружение из камней это так лера а для плохого для плохого то есть имеется ввиду навестить меня скажем поздравить с днем парижской коммуны это милость и плоть просим но ни я не пойду не перейду за этот холм к тебе чтобы сделать себе что-то плохое ни ты соответственно ко мне верно элогей Авраам спасибо элогей Нахор ешпэту вейнейну элогей авигем вайшавайаков бафахат авив яцхак боди Авраама и боди Нахора будут судить шофет шафат мишпат между нами боги отцов их и поклялся Яков страхом отца своего яцхака я с вашего позволения это читаю остальное вайзбах Яков цевах бигар вайкра леэхав леэхоль лахем вайахлу лахем вайалину бахар и зарезал Яков жертвы на горе и позвал братьев его чтобы кушать хлеб и ели хлеб и ночевали на горе следующий параграф от него три фразы вайяшкин лаван бобокер вайнашек ле ванав лим бутав вайварэх эт гем вайелэх вайешав лаван лим кому и встал утром встал лаван утром и поцеловал своих сыновей это внуков и своих дочерей и благословил их и пошел и поселился лаван на месте своем вайяков аллах ладарко вайф гу во малах элухим и яков пошел дорогой своею и встретились ему посланцы всевышнего вайомер яков кашир раам маханэ лухим зэ вайкра шэма маком агу маханайм и сказал яков когда увидел их это стан всесильного и назвал имя вместо этого маханайм что означает два стана ну один из комментариев говорит что два стана это один стан это люди а другой стан это ангелы мы рассмотрели весь материал недельного раздела под названием так под названием да я нашла что такое ярити что такое почему я сказал установил но траши пишет ярити это как бросить это однокринное со словом стрелять я рада ери стрельба да нам не хватает натана который все вот армейские термины которых мне не достает нам подсказывает спасибо спасибо приходите еще и скоро уже ханука мы предыдущих циклах рассматривали и специальные молитвы на хануку и благословения и песни поэтому что хотите можете найти там а если чего-то не хватает предупредите меня заранее и я подготовлю разбор и перевод всем спасибо приходите еще спасибо спасибо счастливо всего доброго пока хорошо спасибо спасибо будем стараться спасибо 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 Продолжение следует...